Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. В гостях мэр города Вадим Германов. Вадим Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер, Евгений Васильевич. Лето – традиционное время ремонтов и строительства. Как прошло? Можно подвести какие-то первые итоги? Я бы сказал, что строительство не прошло, оно ещё вовсю идёт. Лето закончилось, наступило осень строительства, оно всё продолжается. В этом году у нас беспрецедентный бюджет по развитию города – более 5 миллиардов. Это не считая нового моста Южного шоссе, которые были начаты по инициативе нашего губернатора. То есть там ещё более 5 миллиардов. То есть если всё вместе взять, бюджет развития Череповца в этом году более 10 миллиардов. Продолжается строиться новый мост, практически готовый Южный шоссе. Соответственно, основные наши стройки связаны с вот этим будущим новым кольцом транспортным. То есть мы заканчиваем и надеемся к дню города открыть расширение Шахстинского проспекта. Буквально 2-3 недели назад мы начали строить продолжение Шахстинского проспекта, полтора километра. Пока только три полосы. Но надеюсь, дальше там тоже определимся с финансированием, будем строить в полном объёме. Строится два детских сада. Мы намерены их закончить в этом году. То есть чтобы в феврале где-то дети пошли уже в два новых детских сада. То есть вот такие вот большие стройки. Маленькие, традиционный дорожный ремонт. Всё ли успели? Всё ли получилось? Я так полагаю, что погода уже не совсем способствует. Давайте про дорожный ремонт. Вот очень интересная новость, которая нам пришла буквально месяц назад. Это впервые в этом году мы не делаем ремонт картами. То есть традиционно в Череповце делали ремонт картами. Мы когда брали плохие участки улиц, музыканты, асфальт там метров по 100-200, чтобы потерпеть год-два. Вот в этом году мы ремонт картами практически не сделали. Мы даже контракт такой не разыгрывали. Почему это произошло? Потому что на фоне того, что город ежегодно имеет около 300 миллионов возврата транспортного налога с физических лиц, который мы всегда тратили на ремонт улиц, третий год подряд в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» город получает ещё по 212 миллионов. То есть у нас есть более 500 миллионов на ремонт дорог. Это позволяет нам капитально ремонтировать 8-9 дорог. И вот третий год мы как-то видим, у нас так всё лучше и лучше становится состояние дорожного покрытия. Особенно это замечают те, кто съездили, не буду называть города, чтобы не бежать так недалеко от Череповца. По соседям приезжают, говорят, ой, какие у нас хорошие дороги. Я говорю, надо куда-то съездить, чтобы это понять. А дороги, по которым сегодня нас немножко качают, они уже все в плане 23-го года, он тоже весь сформирован, уже готовится аукцион и так далее. То есть по дорогам идёт всё хорошо, нам осталось закончить Гоголя-Суворово-Горького. Если всё будет хорошо, возможно, в этом году мы ещё зайдём на Первомайск. И все следующие дороги города тоже уже все понятны. Если объём финансирования по благоустройству, по развитию, по строительству вырос в несколько раз, и объёмы, соответственно, выросли в несколько раз? Объёмы растут. Буквально год назад мы встречались с нашими череповецкими подрядчиками, кто специализуется на ремонте дорог и так далее, и они задавали вопрос, что мы там сейчас что-то достроим, а что дальше? Что перспективы было не видно, и вроде как нужно что делать? Либо сокращаться, либо уезжать в другой регион и так далее. Прошёл буквально год, и мы сегодня разговариваем с ним уже о перспективе на 2-3 года. Я ещё вам не сказал, что мы начали строить северную бездную дорогу, которую мы должны закончить в следующем году. Это только первый этап, 2,5 километра. Сейчас проектируется ещё второй и третий этап, ещё 5 километров, чтобы мы, начиная от въезда в город в районе бывшего поста ГИБДД, по четырёх полоске спокойно могли доехать до бывшего азотного комплекса Фосага. Это тоже дорога. Дальше у нас готовы уже проекты на продолжение Краснодонцев, которые мы уже ждём 2 года, но вроде всё по согласованию с губернатором, и до встречи в следующем году мы должны построить. У нас готов проект на продолжение улицы Рюбинской. Мы тоже ждём федеральное финансирование, чтобы закончить улицу Рюбинскую и врезать её в Октябрьский проспект. Проектируется Октябрьский проспект до Южного шоссе, проектируется улица Ленинградского до Южного шоссе, проектируется улица Мира. Мы должны взять четвертую полоску. Я с строителем, когда рассказал все эти объёмы, я говорю, на 2-3 года вперёд, даже на 4, вы даже из Череповца никуда не уезжаете, вам дорогу будет сколько много строить. То есть перспектива по дорогам очень хорошая. По дорогам, а по другим объектам? По социальным, по... Смотрите по социальным. Я вам сказал вначале, что мы заканчиваем строительство двух новых детских садов, но мы прекрасно понимаем, что этого нам не хватает. У нас очередь там в районе 3000, то есть как только человек у нас сегодня родился, ребёнок, мы сразу в очередь в детский сад. Вот и такая очередь более 3000 человек, потому что, чтобы снять нам все проблемы по ЗШК, нам нужно построить ещё несколько детских садов. Вот мы два достраиваем в этом году. Один на 420, другой на 220. И одновременно в этом году проектируем ещё 3 детских сада. В этом году мы должны закончить проектирование, пройти госэкспертизу. И ушла заявка опять на федеральное финансирование, федеральную программу, чтобы нам выделить с ресурсов ещё 3 детских садов ЗШК. И если мы эти 3 построим, потом ещё 3, то мы эту проблему в ближайшие несколько лет снимем. Далее проектируется поликлиника. Знаменитая наша седьмая поликлиника, которая уже притча в языках много лет. Тоже всё деньги выделены. В следующем, в 2022 году, надеюсь, мы где-то в 4-м кварталичем устроим, потому что проектирование, те, кто выгласил, взяли год. То есть мы должны через год начать строить новую поликлинику. Далее пришло подтверждение федерального финансирования на строительство новой школы ЗШК. Пока на 2023-2024 год. И мы сегодня с губернатором обсуждаем, как приблизить и начать в следующем 2022 году, чтобы быстрее это всё построить. То есть, смотрите, сады, школы, поликлиники, дороги. То есть вот это всё очень движется. И жилищное строительство? Жилищное строительство продолжается. Ну, смотрите, перспективы, так если посмотреть. Мы всё больше входим от точечного строительства. Вот у нас же, как всегда, выдавалось место в аренду после дома. Приезжал буддозер. Всё, мы спиливали, срезали всё, что можно. Получилась такая пустыня. Потом строили дом. В лучшем случае тротуарчик, детская площадка. Там парковка на 30% квартир, согласно нашим документам. И всё. Потом мы строили этих домов. А потом жители спрашивают, где проезды, где скверы, бульвары и так далее. Вот мы эту концепцию тоже меняем. Вот мы много говорили про ЭК-кварталы. Как-то при нашей встрече рассказывал уже в прямом эфире. Значит, всё начинается уже с 30-го ЭК-квартала. Этот весь микрорайон у нас, который будет между Шехснецким проспектом и улицей Рыбинской, выиграл наш Череповецкий жильцон 12. Ему предстоит в ближайшие 7 лет построить там жилищный квартал, в котором остаётся природный сквер 5 гектаров. То есть мы там не трогаем ни берёзы, ни ёлки. Вот оно всё там должно просто остаться. И туда аккуратно должны поместиться спортивная площадка и детская площадка, чтобы там можно было гулять и так далее. Вот там остаётся природный бульвар. То есть мы дальше архитектура уже всё прорисовала. Вот эти все микрорайоны, которые будут находиться между Рыбинской и Южным шоссе, там такая закольцовка бульвара. То есть по каждой микрорайоне пойдёт бульвар, и можно выйти вот так по кольцу пройти и вернуться к своему дому. Причём это будет не вот как, мы там опять закатали всё в асфальт, и просто земля гола. Там мы будем оставлять все вот эти природные берёзы, ели, сосны и так далее, чтобы вот это было красиво. Вот это новые подходы, которые мы сегодня предполагаем. Про тротуарчики вспомнили. В этом году удалось что-то сделать? Ну, конечно. Вспоминаем градостровный совет под руководством губернатора, значит, инициатива наших депутатов в законодательное собрание, которые сказали, что мы же всегда за дороги уже в последнее время не так сильно ругают, потому что люди видят, что они действительно становятся лучше, а тротуары-то мы ремонтируем вообще никогда. Потом мы когда прикинули объём средств, которые необходимы, чтобы так более-менее навести порядок из того, что так вот на первый взгляд видно, нужно было 200 миллионов. Но мы понимаем, что это не усвоить, потому что у нас сегодня дороги, дворы, проезды, тротуары и так далее. Поэтому мы договорились о том, что нам нужно эту программу пока на три года. И вот на городсовете было принято решение выделить городу 70 миллионов рублей и выделять три года по 70 миллионов на ремонт тротуаров. Потом в этом году мы ремонтируем около 45 тротуаров. Многие из них уже видны во всех районах города. Вот жители обычно тут всегда подсмотрев что-то в одно время говорят, а что у нас? Вот мы очень равномерно распределились, что в каждом районе города появились новые тротуары. Это программа, которая будет продолжена в следующем году. Один из ваших подписчиков в соцсети написал, когда были размещены фотографии новых трамваев, что прям до сих пор не верится. Кажется, что это компьютерная графика и красиво современная, самая современная машина вписали в пейзажи череповца. А как удалось получить трамваи? Вообще история очень интересная, потому что если бы год назад сказали, что у нас будет новая трава, я бы тоже не поверил. Значит, национальный проект экологии, вот мы постоянно говорим про национальный проект, потому что это федеральный финансир, который помогает делать наш город лучше. Программа «Чистый воздух». Это программа, которая была сделана специально для 12 городов по поручению президента. То есть и там есть две стороны медали. Первая, значит, города должны к 2024 году снизить выбор с на 20%. Это большой комплексный план, где в первую очередь идет компания «Сверсталь», затем компания «Фосагра», там же участвуют наши череповецкие фонарм и комбинаты, другие маленькие предприятия. Там все идет хорошо, по итогам, которые уже прошли, программа выполнена на 11%. То есть это реальное мероприятие, только «Сверсталь» тратит более 10 миллиардов на экологическую безопасность. И другая страна, федеральная предпринимательства, обещала нам тоже помочь и обновить наш транспорт на более экологический. Потом в заявке у нас была замена трамваев и в заявке была замена автобусов на газомоторные. С одной стороны, у нас сегодня в городе уже 77 газомоторных автобусов и большая часть заслуги это другой национальный проект безопасной качественной дороги. Все мы там и получили, выиграли в два раза конкурс, потому что у нас очень хорошая протяженность выделенных полос для общественного транспорта, у нас регулируемые тарифы, они перевозчиками и так далее. Там много критериев, почему город выиграл. И вот трамвай, новый у нас проект «Экология». В прошлом году мы провели эксперименты трех трамваев, мы это все помним, рассказывали. Нам понравился Петерский трамвай, новый современный завод, ПК-транспортная система, которому буквально три года. У них очень много площадок, сами кузова готовятся в городе Энгельсе, потом перевозятся, красятся в городе, ох, забыл, Твери. И потом уже окончательно сборка идет в Санкт-Петербурге. И вот когда этот третий трамвай в том году пришел, мы покатались, это то, что надо. Это, как у нас говорят, трамвай будущего. Как будто там машина времени какая-то нам понравился. И настолько мы с заводом так тесно поговорили, что они в прошлом году, в декабре месяце, под нас приняли решение, еще не было никаких федеральных денег, запустили производство, вот, скажем так, первый этап 12 трамваев. Потому что мы предполагали, что где-то вот нам в районе 600 миллионов дадут, что и получилось. В этом году, как только выделили 573 миллиона, вот, мы быстро перелили аукцион. И что интересно, значит, мы получили три предложения. Один завод сказал, что не может в этом году поставить. Другой сказал, может, но в следующем году и только шесть. И только вот этот завод сказал, да, конкретно, мы к ноябрю все поставим. Потому что как только прошел аукцион и все вот эти непократные процедуры, мы подписали договор. По сути, мы с депутатом Госдумы Алексеевич Канайон, который очень плотно тоже этим всем занимался, мы таким тандемом шли. Вот губернатор помогал, значит, депутат Госдумы, мэр трамвайного управления самому. Такая командная работа получилась. И, по сути, как только мы подписали договор, мы приехали в Питерск, сказали, вот договор, нам сказали, что ваши 12 трамваев. Через две недели их привезли в Череповец. Значит, понедельник выпустили первые шесть. Сегодня их уже восемь. Два пока на обкатке на обучение водителей. И скоро все 12 встают вот в эту, как бы, и поехали. Учитывая, что у нас сегодня выходит 28 трамваев как бы ежедневно. То есть, по-моему, трамваев будет новых. И самое интересное, буквально неделю назад к нам приезжал первый заместитель министра экологии природопользования. Значит, он знакомился с тем, что происходит у нас на Водоканале. Там тоже отдельная программа своя идет, большая, федеральная. Посмотрел Северсталь, посмотрел Фосагра, и мы его прокатили на утрамвае. И договорились о том, что нужно закончить этот проект, то есть получить все новые трамваи, отремонтировать пути, чтобы трамвай стал самым быстрым, самым хорошим видом транспорта в Череповце. И какие перспективы получения новых трамваев и сколько нам нужно? Нам нужно 40. Мы пока получили только 12. То есть нам нужно еще 22 львенка, это которые маленькие, и 6 спаренных. То есть, чтобы было 7, мы рассчитали, что в часы пик нам 7 трамваев будет хватать. То есть они работают утром и вечером, потом днем они отдыхают, нам достаточно маленьких трамваев, пассажирный поток небольшой. Вот. Очень надеюсь, что в ближайшие 2 года мы полностью обновим весь парк трамвайный. Это наша задача и перспектива и отремонтируем трамвайные пути. Ну, череповчане же специалисты во всех областях. Сразу же, опять же, на вашей странице появились специалисты по железнодорожным путям, которые сказали, что убьете в ближайшие дни эти трамваи на существующих трамвайных путях. Так ли это? Ну, первое, давайте, значит, давайте возьмем с того, что старые трамваи, которые уже много, там, десятков лет у нас ездят, обновления парка не было уже давно. Они как-то не убились, они ездят, и слава богу, все хорошо. Другое дело, что они уже, когда мы начинаем их резать металлом, смотрим, там уже сам кузов уже такой, не скажу, что труха, но так это неприятно уже смотреть на наши трамваи, когда их вскрываешь с точки зрения безопасности. Вот. Потом, я думаю, эти трамваи прекрасно отходят. Вот. Тележки очень современные, подпружиненные. Вот. Вчера буквально я тоже решил прокатиться. Вот. Проехал там от Олимпийской до набережной. Вот. Увидел много интересного в трамвае. Оказывается, у нас не работают валидаторы, пока только кондуктором плачивает. Зал коллегам вопрос. Вот. Почему-то не включены печки, все окна запотевшие. Я говорю, как-то вроде бы уже пора. Ну, такие нюансы посмотрели. И на самом деле трамвай новый идет намного мягче, чем старый. Поэтому, я думаю, ничего не произойдет, пока не поездят. И в ближайший год-два мы пути отремонтируем. Ну, программа. Программа, Наша задача, через год-два сделать так, чтобы трамвай походил быстро, как в метро. Не было вот этих раскачиваний и подпрыгиваний и так далее. И реально, это будет самым быстрее транспорта. Например, добраться с Олимпийской до завода, это будет быстрее всех. Мы с вами в одном из эфиров говорили про то, что череповчанам не о чем скоро будет мечтать, потому что мост в следующем году построят и как бы и все. Вы меня переубеждали. И давайте вот сейчас, может быть, еще пунктируем таким, опять, перечислим проекты, приоритетные проекты в городе, которые, о реализации которых можно мечтать. Ну, смотрите, Евгений Васильевич, мы поговорили про крупные, да, школы, детские сады, поликлиника, там, дороги, мосты и так далее. Но ведь когда у нас простой наш горожанин выходит, как бы, из дома, не знаю, магазин на работу, он что хочет? Он хочет, чтобы был хороший тротуар. Он хочет, чтобы это все было освещено. Вот. Ему нужно, чтобы он, когда приходит на остановку, чтобы это была приличная остановка. Плюс мы ставим сегодня табло остановочное, чтобы как бы было понятно, через сколько времени приходит твой автобус. Вот. Он хочет скверы, чтобы вечером можно было выйти погулять с ребенком, там, это был не просто там какой-то приличный сквер, детская площадка, спорт. Вот очень много спорта сейчас строится в городе, можем отдельно поговорить. Вот. То есть, понимаете, вот кроме вот этих больших таких объектов, все очень много маленьких. И мне кажется, вот эти маленькие и дают вот это вот самое главное благоустройство, чтобы когда ты входишь, тебе было комфортно и это приоритет. И это приоритет. У нас огромные планы по набережной. Вот. Если раньше мы говорили, давайте встретимся на набережной, все понимали, что нужно идти на набережную, которая, по сути, напротив между Заягоровским мостом и Петром Первым. Сегодня просто сказать, пойдем на набережную, ты не знаешь, то ли идти на Курсантскую набережную, то ли на просто набережную, которая пока без названия, то ли на набережную университетскую. А мы начали сейчас строить набережную вокруг Суборной горки. Там уже наш терапевский подрядчик вектор начинает бить сваи. Она будет с подпорной стенкой. Дальше в этом году мы голосовали за то, чтобы в следующем году начать следующий этап набережной. Это будет еще уже от Соборной горки до улицы Горького. И, по сути, мы выходим на финишную прямую. Задача, которую поставил губернатор в 2024 году закончить строительство всей набережной, чтобы могли от Заягоровского моста пешочком либо на велосипеде прогуляться или доехать до Октябрьского моста. Огромная перспектива. Потом мы уже начали, зашикснул уже, мне спрашивают, что когда мы начнем, вернемся к Усаби-Гальских. Я говорю, давайте до него до Октябрьска и вернемся на тот берег. То есть перспектив очень много. К вопросу о голосовании. Народный бюджет и комфортная городская среда в следующем году актуальны? Сохраняются эти проекты? Да, все остается. Мы по-прежнему получаем и федеральные деньги на комфортную городскую среду. Напомню, что это федеральный проект, выдвинутый по цитиве «Единая Россия» три года назад. И город каждый год получает по 200 миллионов. То, что мы имеем в два рейта федеральных денег. И, конечно же, мы продолжим нашу программу городскую. То, что в этом году мы выделили 150 миллионов, тоже это в два раза больше, чем в прошлом. Народный бюджет ТОС. То есть все эти программы продолжатся. Ну, обычно выпуски новостей у нас заканчиваются спортивными новостями. И вы уже проанонсировали спортивные объекты. Да, давайте. Давайте быстро, что мы сделали в этом году. Давайте не быстро, у нас есть еще время. Есть время. Я просто тороплюсь. Три минуты. Хорошо. Значит, что происходит в этом году? В этом году мы получили на городсовете 100 миллионов на развитие спорта. Мы ремонтируем три пришкольных стадиона. Сразу говорю, в каждом районе города в основных. Вот, значит, и делаем три спортивных площадки. Дальше сейчас в городе заканчивается строительство 10 спортплощадок, которые нам подарила компания «Спортмастер». Такие вот воркаут площадки, турниркомплексы и так далее. Значит, далее очень сейчас популярен спорт. У нас сейчас строятся четыре частных спортивных объекта. То есть предприниматели это видят вот эту тягу молодежи к спорту. У нас практически готов уже начать заниматься в футбольном центре на Андреевском. Прекрасный корт со искусственным покрытием. И мы уже готовим муниципальный заказ, чтобы наши дети, которые ходят просто в секцию бесплатную, не бегали зимой по снегу на стадионе металлург и так далее, будут тоже заниматься в этом корте за городские деньги. Это будет наш муниципальный заказ этому предпринимателю. Дальше строится и, надеюсь, в этом году будет открыт центр хоккейной подготовки на Леднего. На улице Беляева, ближе к Питину из Олимпийской, строится еще один центр футбольной подготовки, где будет два закрытых корта и один открытый. Чувствуете уже? Дальше. Беляева строится фоксбассейном. Наш тоже черепецкий предприниматель строит. Строим на городские деньги скейтпарк для молодежи около улицы Парковой. Это наше обещание. Если у нас все будет хорошо, такой скейтпарк мы можем делать в каждом районе города. Он недорогой. За городские деньги разместим в каждом районе, чтобы молодежь не остановки разрисовывала, ходила, и дорожные знаки, которые сейчас моду разрисовываются фломастером, баллончиками, а вот занималась чем-то таким. А дальше проектирование. Мы закончили проектирование лыжного стадиона. И в этом году появляется новая трасса с освещенной впервые. Мы к концу зимы, вернее, к началу зимы поменяем еще раздевалки, постараемся сделать приличный общественный туалет на лыжном стадионе Заксона. Заканчиваем проектирование большого фока за Ледовым дворцом, где будет большой универсальный зал и четыре маленьких. Ну и ожидаем где-то в октябре долгожданную стройку, как мы называем, года. То, что нам одна логовская компания сорвала с 30 фока на улице Мотоклер. Надеюсь, что где-то так тоже к дню города мы его запустим. Пожалуйста, по спорту. И перспективы на 2-3 года вперед еще. Если говорить о перспективах, ровно через неделю прямая линия с мэром, к нам присоединятся жители города Череповца. Будем отвечать на их вопросы. Вам сегодня спасибо за подробный рассказ о том, чем живет город. До встречи через неделю. Спасибо вам. Это была программа Перекресток. В гостях был мэр города Череповца Вадим Германов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин